Вот так вот несколько дней назад выглядела переправа через реку Сым. Можно сказать, что владельцу красного седана еще повезло. В ледяной воде он оставил только бампер своего автомобиля. А вот чуть позже на этом же месте под лед провалился тяжелый Урал, а потом и трелевочник, который пытался вытащить грузовик из ледяного плена. Из-за аномально высокого для зимы уровня воды в Енисей таежная речка Сым разлилась и затопила все прилегающие низинные места. Проехать на автомобиле через затопленный участок сейчас невозможно, поэтому пассажиров в Турханский район возят сейчас с двумя пересадками. Чтобы преодолеть затянувшуюся транспортную блокаду отдаленных северных поселков дорожники строят объездной зимник. Он будет длиннее на 120 километров, зато пройдет по незатапливаемым паводкам местам. Техника работает четвертый день у нас. На сегодняшний момент пройдено 21 километр со стороны нового городка и 48 километров со стороны майского. Остается участок порядка 12 километров, который нужно пройти. Завершить все работы строители дорог планируют в ближайшие несколько дней. Но и после открытия объездного зимника ездить по этой сезонной трассе нужно будет, соблюдая простые правила безопасности. Отправляясь в путь, нужно помнить, что автозимник – это дорога для машин повышенной проходимости. Лучше всего ехать не на одной машине, а двумя-тремя автомобилями, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вы могли помочь друг другу преодолеть бездорожье. Ситуация на зимнике меняется каждый день. Поэтому прежде чем решиться на такое путешествие, специалисты рекомендуют узнать в единой диспетчерской службе Денисейского района всю самую актуальную информацию. Ее телефон 8 391 95 2 80 12. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости.